Барыня Барыня, парня, парня, сударыня В принципе молодежь сейчас тяжело в нашей стране И это наверное такой бич Потому что вы знаете на самом деле мы в Москве живем У нас тут в принципе еще очень все шоколадно Если мы отъедем в какой-нибудь Дальний Восток В какой-нибудь город Благовещенск То поверьте, молодежи там совсем заниматься нечем Они просто пьют Просто бутылка как соска не выходит у них изо рта Какая школа вообще, какая новая эпоха Там народ вообще... Причем они могут быть добрятенными Классный народ там живет, знаете, патриотичный Но им там вообще развиваться не нужно Потому что там в принципе одно ДК на весь город А кроме кинотеатра Поэтому чем дальше от Москвы, тем хуже Поэтому тут, знаете, так поездиваешь по стране И плакать хочется на самом деле Потому что интеллектуально и ментально Народ практически никак не развивается А хочется мне что вам пожелать Вы знаете, наверное, веры Просто в сердце И мне мой отец всегда говорил Ты просто работай и делай свое дело хорошо и честно И тогда обязательно будет результат Это, конечно, раньше я воспринимала как слова Ты знаешь, тебе хорошо рассуждать, а? У тебя вообще проблем никаких нет А я живу, понимаешь? И страдаю На самом деле он абсолютно был прав Надо делать свое дело честно И главное в это верить Прикладывать максимальную силу Конечно, под лежачий камень вода не потечет Никогда И сидеть, быть широко известно в узких кругах Можно Но последствия будут такие же Надо говорить, надо ходить, надо заявлять о себе Надо объединяться на самом деле Потому что это Так Это просто такой бич, который Особенно по молодежи Я очень многих своих, допустим, друзей Одноклассников Я сейчас вижу, которые У них были такие отличники Кто-то закончил академию ФСБ А? А-а-а-а Ничего тут Есть вроде хорошее образование, вроде родители. Сын мой будет учиться, молодец, мудрец, красавец, отлично. А в голове может быть. Конечно, есть, наверное, может быть, позиции судьбы, позиции определенные. Когда Богу надо, вы будете. Просто не надо его место занимать, он уже занят. А мы просто пытаемся его занять. Пытаемся всем цветерняшку порвать и сказать, я, да я вообще тут, собственно говоря, сейчас я вам тут все расскажу, ничего не знаю. Я знаю. И молодежь, в принципе, сейчас воспитывается на... Ладно, еще мы, на самом деле. Посмотрите, что творится сейчас с детьми 9-10 лет. Потому что мы... Это же страшно. Я смотрю на своего племянника, мне, честно говоря, страшно. Потому что те программы школьные, которые у меня вдруг неожиданно появляли. Я иногда с вами... Слушай, папа, что это такое тут написано, Митя? Я говорю, это же... Ты что, в каком классе мы встретим? Мне уже, знаете, иногда так заумно, так непонятно. Все, все как-то стало с помощью каких-то техник, компью, письма перес... Мы даже перестали общаться. Потому что сейчас проще кистое СМС можно написать, когда я говорю, выхожу, как правило. Мы стали меньше быть пунктуальными, потому что можно позвуспеть им... Не в том числе, не в том числе, нереально, просто... Все дураки вообще просто Москва стоили. На самом деле, раньше этого ничего не было. Как-то все было добрее, теплее. Поэтому, если у вас есть идея, я так понимаю, что вы здесь забрались, потому что она все-таки есть, есть какая-то цель, то надо объединяться и к этой цели идти вместе. Это единственное, мне кажется, потому что один в поле он все равно не был. Марин, скажите, пожалуйста, а вы с границы вступаете? Конечно. В Монголе. Ну, это в основном, скажем так, это в основном фестивале, международные фестивали, и когда надо представлять нашу страну как визитную карточку. Опять-таки, очень много я каталась с днями культуры России в странах. В Германию мы ездили, в Бангелии мы ездили, в Соединенные Штаты мы летали, даже в Лаосе побывали. Кто туда едет? Вот так, да, мы же такой крутой шоу-бизнес, у нас что не премия, то золотой граммофон просто. Вау! Кто едет представлять страну? Балет, классика, джаз, театр, фольклор, все. И поверьте, каким-нибудь людям из Южной Кореи, там есть такой Южной Кореи, это еще раз, скоро поеду, Хай-Сиул называется, огромнейший международный фестиваль фольклорный. Все страны, начиная от узеньких, заканчивая синенькими, вот все, все страны, которые есть, представляют фольклор. И вот, понимаете, там как раз-таки очень хорошо выкладывается показатель твоего профессионализма, потому что им одинаково приятно. Они не знают ни Митю Фоминану, ни Жанну Фриске, ни Марину Девятого. Ты выйди и покажи, что ты можешь. А если ты не можешь, тогда не выходи. Если тебе тяжело нести, не поднимай. Тяжело же, зачем? А если у нас в шоу-бизнесе думают, что Рахманинов это поэт 20 века, многие, то это, слушайте, ну это же разве культура. Все, вот очень, я очень люблю со своими коллегами ездить на подобного рода фестивали. Вау. А что говорить о фанели? Что, у нас прям вот закон никак не могут выпустить. Потому что это бизнес. По идее, если бы был этот закон, и была бы, наверное, структура, которая бы это могла проверять, главное. Поверьте, 80% нашей эстрады, они бы отвалились бы сразу. Потому что это просто смешно. Но при всем при этом подается это там. Я там очень уважаю рэп-культуру. Отлично. Но мы никогда не прочитаем рэп лучше, чем делают это там. Мы никогда не оттанцуем фламянка так, как это делают там. Зачем это делать? Зачем? Зачем? У нас идут, я даже вот иногда даже смотрю, я сейчас преподаю в начале, ну вот, у меня приходят дети. Такие, оно идет такое, оно. Ну уж кто это сзади? Мальчик, девочка, штаны по колено, какие-то кеды непонятные вообще. То есть, я говорю, слушай, ты же такая красивая, у тебя такая красивая фигура, у тебя такие красивые волосы. Ну как бы, да, вот девочки стали похожи на мальчиков, а мальчики на девочек. Такой, знаете, классно смотришь на девушку, кто это? Я говорю, у тебя же есть вот юбочки же можно одеть, да? Ну как-то вот чуть-чуть подчеркнуть свою фигуру, не знаю, вот, ну, чтобы на женщину было, на девушку, на девочку похожи. И, конечно, когда у нас на эстраде непонятно кто, слава богу, что у нас еще есть пока вот Кобзон, Пугачева. Это еще хоть, знаете, какая-то такая мораль. Потому что я когда вижу Иосиф Давыдовича, мне все время стыдно. Просто стыдно при условии того, что, вы представляете, сколько людей к нему приходит на поклон, сколько он этого всего видит. И все хотят от него что-то получить. На самом деле он, ну, вот для меня это эталон просто такого им, такой культуры. Он в своем концертном костюме никогда не сядет. Даже если ему будет, надо будет, четыре часа ждать, у него он наглаженный, ха-ха, распелся, пошел, вышел, отработал. Причем, более того, он знает, ну, тысячи две песен, ну, как караот. Он помнит все. Это культура. Он разговаривает правильно, говорит со сценой. Я совсем недавно сидела в институте культуры на корпусе. Авторская песня. Бага, там, шансон, туда-сюда. Пришел Кобзон. Все в шоке. Представляете, какой-то кулек. Пришел Кобзон. Он сел и сидел, смотрел концерт. Он говорит, мне просто интересно. У нас есть? И ею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова